Друзья, доброе всем утро! Мы начинаем прямой репортаж со стадиона в Новогорске, где сегодня в рамках очередного тура Динамовцы Москвы в столичном терби примят на своем поле сверстников из московского Спартака ЮФЛ-2 вашему вниманию, Спартак-Динамо, конечно же, на любом уровне, будь это детское соревнование, будь это юношеский футбол или уже взрослый футбол Всегда эта вывеска привлекала болельщиков, в том числе Иван Левский, четвертый, Степан Обрывков с возвращением Степа, номер одиннадцатый И сегодня исполняющий обязанности главного тренера Натальи Красно-Белых исключительно ребята одного возраста и все 2004 года рождения Здесь удар поворотом, дальние дистанции, среагировал на этот мяч Денис Давыдов, но не потребовалось Еще раз этот момент, одиннадцатый номер Красно-Белых штрафной мяч получает и Львия, разумеется, также будет на позиции центрального нападающего оказываться А здесь подача в штрафную и Сидоренко Ротом Дениса Давыдова, а передачу с правого фланга делал Константин Мишин, хороший, мягкий пас Матч Виталий Викторович Федулов из Рязани Ну, дабы уважить протокол Бабаев, удар, сдали дистанции И первый удар, по-моему, только первый у динамовцев Батульви, передачу делал Ибрагимов Финаловцы на чужой половине поля за мяч не было Или здесь игры рукой У Мишина, по мнению арбитра, не было И разворачивается атака Спартака Пяткин делает пас на ближнего и отсюда Уже с линии штрафной стреляет по воротам Павел за боковую линию Данил Зорин, лучший бомбардир Спартака Прямо сейчас мячом и может забивать Московский Спартак в этой ситуации Ну, вот, пожалуй, был самый опасный момент матча Зорин оставил мяч Здесь своему партнеру, вернее, на Зорина Скидку выполнил Сидоренков Да, так оно и есть И далее пас, но практически там, в этой ситуации, если бы получился, уже бы точно было 1-0, Зорин Сидоренков Сидоренков Еще один удар Еще один Второй офсайд у Сидоренкова Заброс от Давыдова Крыловский, он отсюда бить может Удар! И здесь есть повод повысить голос На повторе точно уже убедимся Да, коснулся кончиками пальцев Фадеев этого мяча Хотя, возможно, мяч в Твор и не летел Тем в атаках своей команды опасны Атак, в принципе, не очень много Хорошо, пробросил мяч Спартаковец На своего партнера И Милешин Еще один момент у него И есть первый забитый мяч сегодня Павел Милешин забивает Одиннадцатый получается В пользу Спартака моментов Гости создали чуточку больше И здесь очень не повезло С рикошетом Игорю Левченко Обыграли его Но обыграли Еще один момент может быть у Спартака Но ставит курс Левский Мяч выбивает за пределы поля На подборе снова красный-белый Константин Мишин Удар сдали дистанции И вы видели, что сделал Денис Давыдов Вот это да Не зря Академия имени Льва Яша Называется Динамов Было быть совсем все плохо для динамовцев Забить Спартак здесь второй Еще один момент Ну, поймали кураж красный-белый Тимофей Данилов Нету предупреждений Обрывков Передача на Бабаева И свободная зона перед ним Маневр для паса И промахивается Обрывка, кстати Вывел Бабаева на оперативный простор И далее Ну Если правильно посчитать Бабаев Подача опасна Крыловский Показалось изначально, что момент более опасный Но Крыловский пробил очень плохо Прямо в голкипера Семенов Фадеева попал Артем И Упустил Шанс забить Перед самым свиском На перерыв Ничего к первому тайму Арбитр не добавляет Не нашел в этом Никакого смысла Вариативностью Красно-белые Но Чувствует себя Более чем спокойно И Его команда проигрывает Бабаев На углу штрафной У Льви Бабаев Мяч под право И в дальний Стреляет Седьмой номер Динамо Бабаев Чуть ли не первый угловой Который у Льви не исполняет Но подача Снова плохая Что же сегодня с подачей Никак мяч не могут поднять Причем не только динамовцев Это касается А здесь какой момент может быть Сидоренко Выход один на один Футбольный пулит И нужно забивать Денис Давыдов Полит Прекрасно все понимает Хватается за лицо И это должна быть Красная карточка Снова удаление В составе Динамо Уже Во втором матче К ряду Динамовцы остаются В меньшинстве Да даже в третьем матче К ряду Четыре удаления За три последней игры У Динамо Ну какие здесь Давыдов удален Сидоренков Ну оставили его Одного Разводит спокойно Вратаря и мяч По разному главу Сидоренков Забивает Свой первый гол сегодня И показывает Сердечко в нашу камеру 2-0 Ввиду правила Двойного наказания То бишь Отсутствие Двойного наказания Мог судья И пожалеть Рухмаков Бабай Умаров И паш в штрафную И хороший пас Горжин прострял И удар уже По своим воротам Шутин Шутин Ближе Еще раз Еще раз на повторе Для Милешин Это второй мяч В этом матче Одиннадцатый В сезоне Да, мне кажется Бил в дальний угол И у него Не получается Штрафную пройти А если будет Контраатага Спартаковская То динамовцы Могут и не успеть Вернуться к своей штрафной Походу Это и происходит Удар Зорина Рикошеты угловой Ну Как играючи Расправляет футболист Здесь двумя соперниками И падает штрафной Судья пенальти Второй матча Не рискует назначать Продолжается эта атака С подачей И все-таки Четвертый мяч Мы увидели Ярослав Крашевский Андрей Назов Зара Да, совсем растыпалась игра Первый номер Видим Умарова раскрутил И идеально подал В сторону Крашевского Ребята на замену Падает Хубулу Был уверен здесь Александр Что было нарушение правил Но судья Который находился рядом С эпизодом С этим не согласен Милешин удар И пятый мяч Ну, друзья Это хитрик Павел Милешин Левченко рядом с мячом Вроде бы ситуацию контролирует Милешин просто быстрее Один рывок И он уже на корпус Левченко опережает А дальше Просто удар с левой ноги В дальний угол Без шансов для Андрея Назара 5-0 Положительный исход При счете 2-0 Даже при счете 2-0 При этом будущем В мяч Ну что, Милешин на покер идет Милешин Где мяч? Нет, покер Здесь не состоялся Выручил свою команду Чуть ли не впервые в матче Меловачев А у спартаковцев Следующая встреча Здесь пенальти будет Вот это да А у нас есть Шанс еще гол в этом матче увидеть Раз начал, я скажу У спартака А не вторая ли Это желтая карточка Для Константина Мишина У него было предупреждение И забить гол престиж На сегодня Бабаев Семен Фадеев Решающее слово за ним Ну что ж 5-0 Московский Спартак Обыгрывает Динамовцев И даже пенальти На последней минуте Как-то улучшить И так уж Очень плохое Настроение Динамовцев Не сумел Ульвий Бабаев Не забивает 11-метровый И авторы всех Забитых мячей Павел Милешин Лучший игрок матча 3 забитых